Приветствую вас, друзья! С вами Прохоровская Светлана и в этом видео я хочу с вами поговорить о важной статистике Etsy.com. Первым делом я хочу обратить ваше внимание, что с помощью такого сервиса, как SimilarWeb, вы можете в реальном времени увидеть показатели и статистику любого сайта. Если кому интересно, вот эту ссылку на такого рода сайты я вам как бы под постом напишу. Первым делом хочу обратить ваше внимание, что 86% потенциальных покупателей, покупателей Etsy.com это женщины. Вы подумайте, 86%. А сейчас вы видите вот эту статистику, где вы видите, что в реальном времени CountryRank, да, вот именно как бы этот сайт Etsy.com на 55 месте. И мы с вами спускаемся, что я хочу очень важного вам еще сказать, если вы заинтересованы в этом сайте. Полностью всю статистику вы сможете посмотреть сами. Обратите внимание, вот сейчас в правом углу вы видите статистику, откуда приходят покупатели на Etsy.com. На Etsy.com 58-33%, практически 60% покупателей приходит из США. Практически 7-83%, около 10% приходит с Англии. 4,7% приходит с Канады. 3,6% приходит с Франции. С Австралии приходит 2,45% и все остальные страны пошли дальше, там еще 210 стран. Можно посмотреть. В чем фишка? Зачем я обращаю ваше внимание на эту статистику? Вам важно понимать, в какое время начинать размещать посты, именно как бы по времени суток. Во-первых. Во-вторых, понимать менталитет страны, знать праздники. И опять же, да, вот именно, скажем, работать с главной своей целевой аудиторией. Фактически знания вот этих показателей вам помогут проанализировать, что вам продавать, под какие праздники продавать. И даже скорректировать, ну скажем так, вашу продуктовую линейку тех изделий, которые вы делаете, которые вы продаете. Еще один важный момент. Я не буду ваше внимание застрять на разных, может быть, не сильно нужных рода показателей. Я хочу обратить ваше внимание, с каких социальных сетей больше всего переходят на Etsy клиенты. Обратите внимание, сейчас вы видите, что больше всего клиентов приходит на Etsy. Это с Pinterest. Практически 45,5%, да, 57% вот переходит с Pinterest. С Facebook переходит 34,53%. С YouTube 6,69%. Reddit 5,66%. Twitter 4,01%. Если вы планируете работать, развиваться с Etsy, вам важно принять решение и подумать, а на каких социальных сетях вы дополнительно, дополнительно сделаете себе, ну скажем так, английский блог. Что это значит? Очень важно. Вы сейчас находитесь в Facebook, но думаю, бизнес-страницы, даже если она у вас есть, не у всех есть на английском. Обращаю ваше внимание, посмотрите на статистику и выберите для себя, на какой социальной сети вы будете для начала начинать развивать свой блог. С какой социальной сети дополнительно вы будете принимать пакток клиентов на свой магазин Etsy.com. Если это уже, ну скажем так, вы подумываете, мечтаете, собираетесь работать с Etsy, уже вот некоторые маленькие шаги, да, уже нужно предпринимать и уже нужно что-то делать. Поэтому обращаю ваше внимание на статистику. Говорю еще раз, что 86% женщин это, скажем так, покупатели Etsy.com и большинство клиентов это из США. 58, практически 60% приходит из США. Вот такая, скажем так, незатейливая статистика. Вам хорошего вечера, хорошего дня, смотря когда вы посмотрите мое видео. Если вам интересна данная тематика, подписывайтесь на мою страницу. С вами была Прохоровская Светлана. Задавайте ваши посты ниже под этим, скажем так, вопросы вернее, задавайте свои вопросы ниже под этим постом. Если есть вопросы, задавайте. До встречи, хорошего вам вечера и удачи во всем.